11.06 в Кирове, программа «Дневной разворот» в эфире, в студии Дарьи Топузлеева. Я Анна Лапшина. Всем доброго дня, мы сегодня работаем в прямом эфире, работаем как обычно, у нас две темы. После 12 часов будем говорить с представителями городской администрации о том, что же хотят наши власти и горожане, потому что горожан тоже об этом спрашивали заранее, видеть в парках Кирова, Гагарина, в сквере Трудовой Славы. Это вот та самая проектно-сметная документация, которую будут готовить, на которую собираются объявить конкурс. В первом части темы у нас с благоустроительными такими работами связано мало, но она очень актуальна, особенно в этом году. Я, честно говоря, вот вчера вышла из отпуска, увидела очередную новость и решила, что, конечно же, нужно делать. Очередной ребенок, очередной трагический случай выпал из окна, и несмотря на то, что вся эта история вот уже продолжается, 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 случаи эти не прекращаются. И я так понимаю, что каждое лето что-то подобное в нашем городе происходит. Может быть, цифры, конечно, немножко отличаются. Вот этот случай одиннадцатый, да, получается, за сезон. Есть ли вообще, да, какая-то статистика? Сейчас узнаем у наших гостей. Евгения Бутко, помощник прокурора Кировской области по правовому обеспечению, рассмотрению обращений, приему граждан. И Владимир Шабардин, полномоченный по правам ребенка в Кировской области. Здравствуйте. 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 А кто ведет статистику, Евгения? Правильно ли я понимаю, что вот расследованием всех этих случаев занимается и прокуратура, и Следственный комитет? Да, конечно, в каждом конкретном случае, как прокуратурой проводится проверка, так при необходимости и сотрудниками органов внутренних дел, либо Следственным комитетом. То есть тут все зависит от тяжести той травмы, которую получил ребенок при падении. Но помимо следственных и правоохранительных органов, конечно, мы всегда проводим свою проверку, именно уточняем, какая именно семья была. Если, например, семья была неблагополучная, где случилась подобная трагедия, то тогда мы еще и даем оценку тем действиям, которые у нас органы системы профилактики в отношении данной семьи предпринимали. Речь идет об органах опеки, я так понимаю, да? Да, в том числе и вот. То есть те структуры, которые должны наблюдать за благополучием ребенка в семье, да, Владимир Валерьевич? Да. А как часто вообще это в итоге оказываются какие-то неблагополучные семьи? Потому что, когда читаешь там те же самые комментарии в сети, это всегда там недосмотрели, недоглядели, где были родители. Но, мне кажется, как правило, родители в этот момент дома, и, не знаю, мама моет посуду, еще что-то. Ну, то есть часто ли это действительно какие-то прям проблемные семьи? Это типичная вообще история, ну, вот, если обстоятельства взять эту историю, то есть это типично как-то происходит? То есть взрослый отвернулся, в этот момент ребенок залез на подоконник и упал из окна? Или как-то по-другому это происходит? Или действительно там дети системно безнадзорные, да? Нет, нет, как раз вот именно у нас, как правило, вот такие случаи происходят в тех семьях, которые благополучные, как раз когда просто недосмотрели. И очень у многих родителей, то есть они пользуются москитными сетками, да, например, думают, что это какая-то защита, вот, и ребенок просто на ее облокачивается, и, соответственно, происходит это падение. Просто не предпринимаются необходимые меры для предотвращения вот подобного несчастья. Либо где-то стоит мебель, да, либо они просто недосмотрели в другой комнате, отвернулись и так далее. Вышли куда-то из квартиры, думая, что все хорошо, а при этом не подумав о том, что тут где-то мебель находится рядом с окном. Либо до этого ребенок там уже пытался, к примеру, залезть на окно, и оно осталось неоткрытым, не закрытым наоборот. То есть вот такие случаи. По сравнению с прошлым годом, есть какая-то статистика вот этих 11 случаев? Это среднее число, которое мы имеем обычно там за летний сезон, или в этом году что-то из ряда вон выходящее, или наоборот меньше? Мы, кстати, не говорим, сколько детей вот из этих 11 случаев, сколько детей погибло, сколько выжило? Ну, на самом деле, в этом году, правда, эти случаи как-то довольно чаще происходили, чем в предыдущие годы. Может быть, в предыдущие годы у нас как бы погода была в Киеве. С погодой, да, возможно, связано. Да, возможно, как-то и окна скрывали чаще и так далее. Вот, здесь всё-таки люди открывают окна, опять же, как говорю, пользуются москитными сетками, и вот эти вот факты имеют место быть. Но на самом деле, как бы, получается, у нас случаи именно смертельных исходов, их не так много, слава богу, да. Ну, понятно, что каждый случай – это трагедия, всё равно. Да, всё равно в любом случае, вот, но детки так или иначе получают где-то множественные какие-то повреждения, поэтому тут нужно каждому родителю быть бдительным. Если говорить о статистике, то ежегодно по стране у нас несколько сотен случаев падения детей из окон. В Кировской области в этом году, ну, по сравнению с прошлым годом, ну, это, наверное, видно и по сообщениям средств массовой информации, просто вот целая череда падений, там практически вот у нас, там, первый месяц, когда начался, это там практически каждый день. Там бывали дни даже, я помню, когда по два ребёнка выпадали за сутки. Да, утром сообщение, вечером сообщение, на следующий день опять сообщение, ещё на следующий день. Поэтому, конечно, в этом году статистика неутешительная, именно в числовом выражении. Она, кстати, неутешительна у нас и по ситуации на воде, и по ДТП с участием детей. У нас вот в этом году, ну, вот... У меня ощущение, что за время карантина все несколько расслабились и немножко бдительность потеряли, может быть. Да, в частности, вот что касается ситуации с окнами, конечно, все долгое время сидели дома. Видимо, вот это ощущение квартиры как безопасного места, какого-то привычного, это отразилось и на родителях. Ну, и в первую очередь, конечно, сколько бы ни говорили о том, что москитная сетка не защищает вообще от падения, что достаточно очень лёгкого веса, там, буквально, там, 1-2 килограмма для того, чтобы её выдавить, и она выпала. Она выпала, и вот дети чаще всего, в большинстве случаев, как раз из окон выходят вместе с сетками. То есть они опираются на неё. То есть это такая иллюзия безопасности, что что-то есть. Думаешь, это преграда какая-то. Да. И у многих родителей такое же ощущение, что там что-то есть за окном, что-то есть, что вот предотвратить. На самом деле это только иллюзия. Ну, вот я вчера записала комментарий представителя компании, которая занимается установкой пластиковых окон, как раз спрашивала его о том, что есть, какие механизмы для безопасности, для создания реальной безопасности в квартире, а не иллюзии безопасности. Я предлагаю его послушать. Это Андрей Романов, учредитель компании Интерсервис. В сериальных старых окнах были шпингалеты, которые, кроме как молотком, их не открыть, потому что были закрашены. И были форточки. Сейчас изготавляем окно, и это окно делают без форточки. Почему? Потому что форточка способствует удорожанию изделия. Поэтому от этого элемента отказываются. А так, в принципе, если бы делали форточку, то вроде бы как прямого-то открывания детям было бы невозможно. Здесь все зависит от желания заказчика. Можно сделать несколько вариантов. Один из которых – это замена ручки с замком поставить. На ручке есть замок с ключом. И есть куча блокираторов таких. Они ставятся дополнительно, независимо от этой ручки, ставятся на створку окна. Снизу, сбоку. И это уже элемент, который позволяет работать окну, функционально работать ему, но оно не открывается уже. И сможет его ребенок открыть. При ручке с замком окно вообще не открывается. Вот, постоянно закрыто. А при блокираторе его приоткрыть можно будет, как для проветривания. Но с замком окна не открыть. 300-500 рублей стоимость ориентировочная. Непонятно, почему люди просто об этом не думают. Скажем так, они не предполагают, что это может сделать ребенок. Стоит, допустим, москитная сетка. И визуально-то ведь не видно, что в свободное пространство правильно есть какое-то ограждение. А москитная сетка, это же не ограждение, это защита от насекомых. И она имеет очень непрочное крепление к самому проему и к окну. Такую фиксацию. И очень много моментов, когда окно открыто, и ребенок наваливается на сетку, и она проваливается. Есть ряд креплений таких специальных защитных. Они устанавливаются снаружи на само окно. Защитные, скажем так, ограждения. Но он уже более дорогостоящий. Порядка уже, наверное, трех-четырех тысяч рублей будет стоить. Оно невысокое, оно не по всему окну. Может, на три четверти получается. И оно уже защищает в целом от выпадания из окна. При открытом окне уже выпасть будет сложно. Этот элемент присутствует для предложения, но это в том случае, если заказчику это нужно. Потому что, в принципе, когда исполняется заказ, от заказчика хочется услышать наиболее точное желание его заказа. И просто приходит и говорит, я хочу окно. Это очень хорошее желание. Но что в этом окне должно быть, он должен понимать. Да, Андрей Романов, учредитель компании Интерсервис, нам рассказал о том, что можно сделать с пластиковым окном, чтобы обезопасить ребенка. И если, например, семья готовится к появлению малыша, то можно, наверное, задуматься об этом вопросе. То есть, может быть, и не обязательно ставить какие-то конструкции внешние. Да, ну, как минимум, вот эти блокираторы и ручки поменять за 300, за 500 рублей, наверное, там, ну, не настолько большое. Но я, знаешь, Аня, скажу по своему опыту, а вообще о существовании этих блокираторов я узнала около года назад. Я вообще понятия не имела, что они есть. Когда дети ползать начали. Ну, то есть, моим детям уже четыре о том, что есть какие-то блокираторы. Я, ну, я правда, я вообще об этом не знала. То есть, эта информация на тебя не спускается, я не знаю, с неба. Это при том, что вы жили, по-моему, на седьмом этаже. На восьмом. На восьмом. То есть, даже вот эти вот истории, видимо, люди, ну, я не знаю, почему об этом не задумываются. И сетка вот эта вот, которая ставится, крепится на пластиковые крепления, она же действительно вообще ни от чего не защищает. Она даже кошку не удержит. То есть, вот эти случаи, когда животные падают из окон, та же самая. Та же самая история. Так и есть, да. Может быть, здесь как раз вот производители окон, ну, те, кто оказывает услуги, да, по установке окон, как-то более должны тщательно разъяснять людям о возможности установки таких блокираторов. Может быть, люди где-то по незнанию, конечно, некоторые хотят где-то и сэкономить. Но в любом случае, если разъяснить родителю, что есть такая возможность, может быть, он задумается, и на самом деле немножко доплатит, да, чем потом, ну, будет переживать лишний раз. Я не думаю, что очень много людей, у кого есть дети, при установке пластиковых окон, если им скажут, предложат блокиратор за 300, за 500 рублей, что кто-то откажется. Ну, то есть... Ну, тут вопрос вот о чём. Мы вчера разговаривали с Андреем Геннадьевичем. Конечно, вопрос экономии стоит, потому что люди, которые ставят не самое дешёвое, например, пластиковое окно, выбирают более-менее по цене такое, ну, нормальное, да, они достаточно много платят, и вот в этот момент, я не знаю, там, мы, когда заказывали окна, нам не предлагали и не спрашивали, есть ли у вас ребёнок в семье маленький, нужны ли вам какие-то дополнительные ограничивающие вещи. Я думаю, что в некоторых компаниях, наверное, спрашивают, но вряд ли это происходит массово. Тем не менее, всё-таки, ну, задача-то обезопасить свою квартиру и своего ребёнка, это задача родителя, а не производителя пластиковых окон, там, и не магазины, которые эти окна продают. Конечно же, тут человек должен, я не знаю, сейчас все возможности... Тут просто, знаешь, дело в том, что ты не можешь обезопаситься от всего. И то есть каждый, вообще, я не знаю, каждый 10 квадратных сантиметров твоей квартиры представляет потенциальную опасность для ребёнка, так или иначе. Поэтому просто невозможно удержать всё это в голове. Из окна высотного дома всё-таки. Здесь, в данной ситуации, Дарья, всё-таки хочу сказать, что невозможно, но нужно предусматривать. И здесь, наверное, ну, все должны действовать вместе. Конечно, первая очередная задача, это законных представителей, родителей, заботиться о своём собственном ребёнке. Но я думаю, что будет не лишним, и мы с производителями, и с установщиками много разговаривали, и работу ведём, и совет наших отцов в социальных сетях очень активно эту работу ведёт, что, ну, несложно уточнять или давать информацию вот о такой возможности, учитывая то, что у нас это вызвано жизненной необходимостью. Вот эта статистика, о которой мы говорили сегодня. Случаи ежегодные, и в этом году, ну, действительно, ну, очень много их. Поэтому это несложно лишний раз видеть, что если приходит молодая семья, если они приходят с детьми, если это новостройка, если это дом, где преимущественно заселение идёт вот как раз такими семьями, а мы знаем такие целые дома сейчас, целые кварталы, ну, несложно, по крайней мере, упомянуть о такой возможности, что вот есть такие технические... Ну, тут нужно ещё учитывать, что большинство новостроек сдаются уже с пластиковыми устройствами, да? Ну, вот это я хотела сказать, что это ещё и задача застройщика, наверное, потому что в момент, когда сдаётся дом, можно ведь это всё обсудить. Из-за стройщика, но есть информационные стенды в этих новых домах. Управляющие компании. Они сейчас есть везде, управляющие компании. И я знаю сейчас ситуацию с управляющими компаниями, которые ответственно относятся к своей территории, вот особенно, опять же, в новых домах, да, которые информируют родителей вот о такой опасности, а дальше родители уже сами принимают решения для себя. А то, о чём мы говорили вообще о безопасности в доме, да, что невозможно предусмотреть. Как раз я уже как-то приводил этот пример. Один из психологов очень хорошую в своё время такую методику изобрёл, да, вот вы встаете на место маленького ребёнка. Для этого нужно лечь на пол. Лечь на пол. Это то, о чём я занималась, конечно, да. И посмотреть как бы снизу то, что мы, взрослые, с вами не видим, да. Это вот вазы, это тумбы, это телевизоры, что может сверху упасть. И опять же, возможно, вот с этой точки будет видно, откуда нам с вами, как ребёнку, очень легко добраться до окна. И иногда достаточно просто вот кроватку отодвинуть сантиметров там на 50-60 на метр от окна, чтобы не было прямую примыкания кроватки, мебели, там, табуретки, стола. То есть откуда ребёнок может очень быстро забраться. Ведь у нас были случаи, когда мама находилась здесь же, на кухне, а просто отвернулась там, что-то достать из холодильника или мыло-посуду. Представляете, это на уровне, вот, ну, фактически... На расстоянии двух метров, фактически, находится. Двух метров, да. И вот это опасно. Нельзя ребёнка там за руку привязать и вот ходить по квартире. Потому что понимаем это, что мама может выйти в другую комнату, да. И здесь, ну, хотим, не хотим мы, дети, они крайне любознательные, им интересно. Более того, родители очень часто сами детей ставят на окно. Да, бабушки говорят, смотри, там, за злом... Птичка. Птичка, вот, там, на соседнем балконе кошка и так далее, так далее, так далее. И стиль поведения ребёнка ведь от этого и формируется. То есть он копирует поведение. То есть он не понимает, что тогда было очень прочное там стекло, на которое он опирался. А здесь этого может не быть. Точно так же психологи говорят, что нельзя при ребёнке открывать окна. Ну, то есть показывать ему движение вообще вот это. Ручкой. Ручкой, да. То есть он маленькие дети копируют. Ну, копирует, да. Копирует, и он пойдёт сам открывать. То есть он будет полностью копировать это поведение. Соответственно, если нет там блокираторов, да, то постараться проявлять окна совсем, когда там или ребёнок заснул, либо там не в его присутствии. Понятно, что это такие очень простые, ну, наверное, даже примитивные рекомендации, но иногда и они срабатывают. А что касается блокираторов, конечно, это, наверное, один из самых лучших выходов. Кто-то идёт и на, ну, фактически на вторые сетки, на вторые сетки. Вот конструкции, которые уже близки там, ну, к решёткам, о чём сегодня говорилось. Я смотрю вот этот кит-стоп, правда, нет фотографии качественных. Как это выглядит? Он выглядит как неразъёмная решётка, что тоже не очень безопасно, на мой взгляд, уже с пожароопасной стороны. Да, ну, мне кажется, что это... Ну, нет, ну вот смотри, вот эта неразъёмная решётка. Ну, решётка на окошечке, да, ну, и что? Ты прыгать будешь с 8-го этажа. Ань, ты не можешь заблокировать выход из своей квартиры решёткой? Ну, если это, знаете, вот уровень сейчас 15-го, 16-го, не знаю, 20-го этажа... Ты же не будешь прыгать оттуда? Всё равно в случае там чего-нибудь. Ну, пожарные лестницы есть. Они оторвут эту штуку, я думаю. Не хотелось бы, чтобы это заняло какое-то время. Ну, не знаю, мне кажется, что вероятность пожара всё-таки, она менее велика, нежели вот падение ребёнка из окна, если ребёнок в доме постоянно бегает. Во-первых, эти устройства, они менее всё-таки крепкие, чем вот такие решётки, прямо решётки. Антивандальные, антивандальные, то, что от воровства делается, да. А во-вторых, ну, действительно, ну, это не является прямым эвакуационным выходом 16-го, 17-го этажа, да. Поэтому здесь... Ну, это, ещё раз повторюсь, одно из... Один из вариантов. Один из вариантов, одно из устройств. А вот системы микропроветривания, либо там замков, это да. В новых домах сейчас устанавливаются вообще, ну, вот в современных домах уже, да, устройства, это рекуператоры и прочие, то есть устройства, которые не требуют вообще открывания окна, да. То есть свежий воздух, либо через систему микропроветривания, либо через такие системы фильтрации он поступает. Я вот вчера, когда мы говорили, да, вспомнила вот эту историю с советскими окнами, действительно, форточка не просто так была сверху расположена. И попробуй туда ещё пролезть, в форточку, да. Доберись до неё. Сейчас фактически все окна делаются по одному принципу, да, то есть вот одна половина закрыта, вторая открывается в нескольких направлениях. Но при этом, вот если перебирать сейчас опять все вот эти варианты, о которых мы говорили, да, это самый простой, это замок, это блокировка, которая стоит вот там 300-400-500 рублей у разных позадителей. Это не те средства, на которые не нужно было бы потратиться в этой же детской. То есть там гораздо больше средств уходит на обустройство чего-то другого. Евгения, как часто вообще родители несут ответственность за такие происшествия? Несут ли? Ну, если говорить об ответственности, то у нас с Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность по статье 125 за оставление человека в опасности. И если здесь как бы есть состав преступления, да, при подобном случае, то тогда как бы, ну, в том числе... И там ведь умысел должен быть для этой статьи. Да, конечно, должен быть умысел. Тут уголовная ответственность наступает при наличии двух условий. Это когда виновный имел возможность оказать помощь лицу, находящимся в опасном для жизни состоянии. И вторым условием будет, когда был он обязан иметь о нём заботу, либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровье состояние. А вот это вот с родителем и ребёнком. Когда ребёнок заведомо не отвечает ещё за свои действия, да, он маленький, а родитель обязан, конечно же, защищать его там, да, и создавать все условия для безопасности, и не смог. Конечно, тут должен быть и умысел, и так далее. Но в каждом конкретном случае следственные органы устанавливают эти факты и, соответственно, решают вопрос о возбуждении, либо не возбуждении уголовного дела. Но хотел бы ещё отметить, что у нас как бы в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрено тоже административное наказание за неисполнение, либо недлежащее исполнение родителями своих обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних. То есть тут как бы вот есть у нас ещё административная ответственность, и, соответственно, при каких-то нарушениях со стороны родителей, которые повлекли нанесение вреда ребёнку, в том числе возбуждаются и подобные дела. Ну, мне кажется, что вот в этой ситуации, наверное, для большинства родителей, конечно, большее наказание, гораздо большее наказание на то, что случается с ребёнком, да? Мы вот начали с этого вопроса, но вот всё-таки те случаи, те 11 случаев, которые были в Кирове, я не знаю, может быть, не по всем, я правильно понимаю, что все это семьи благополучные? Нет, там были не все семьи благополучные, но большинство из них были благополучными. То есть там просто были несчастные случаи. То есть говорить про недосмотр органов опеки вот в нашей ситуации этого года смысла нет большого, потому что в основном это абсолютно нормальные семьи. В основном это абсолютно благополучные семьи. Да, и вот здесь как раз нужно ещё раз обращать внимание, ну вот большинство людей там из семей с детьми, они говорят, что ой, это где-то там, там за детьми вообще не смотрят, а у нас-то семья благополучна. То есть вот на этих примерах нужно показывать, что, вы знаете, к сожалению, такие вещи происходят и в самых благополучных семьях. И вот здесь вот этот пример того, что дети, предоставленные сами себе даже на несколько секунд, они могут сами найти себе опасность, которая приводит в том числе и к смертельным случаям. И вот многих, ну мы с родителями разговариваем, многих вот именно этот показатель, то, что доля благополучных абсолютно семей вот в этих трагедиях, она велика, заставляет пересмотреть отношения к своей квартире, своему ребёнку и вот ставить эти устройства на окна. Я просто всегда в таких случаях говорю, что тем, кто спрашивает, я не понимаю, как, Вселенная очень быстро даёт понять, как. Поэтому никто, к сожалению, не застрахован в таких случаях. Десять секунд у нас, да, остаётся до рекламы, но нам нужно отпустить Евгению. Евгения Буткова у нас была помощник прокурора Кировской области по правовому обеспечению, рассмотрению, обращению, приёму граждан. А Владимир Шабардин остаётся с нами. Встретимся после рекламной паузы. Продолжается программа «Дневной разворот». Владимир Шабардин в нашей студии, уполномоченный по правам ребёнка в Кировской области. Мы говорим о тех трагических случаях, которые этим летом происходят достаточно часто. Это падение детей из окон, падение маленьких детей. И не всегда, как вот мне казалось всё-таки, что там низкий этаж – это такая история, которая ребёнка защитит в случае падения. Не всегда это бывает, потому что вот недавний, совершенно последний, да, можно сказать, инцидент. На втором этаже четырёхлетний мальчик залез на окно, выпал из окна, получил тяжёлые травмы. То есть не просто там ушибы, синяки или перелом руки, например, да, а тяжёлые травмы получает ребёнок, даже несмотря на то, что это низкий этаж. Что уж говорить про высокий. Мы говорили сейчас про ответственность, про то, какую ответственность предусматривает закон для родителей, не уследивших за своим ребёнком. Мы говорили о том, что есть возможности, и они недорогостоящие, обезопасить пластиковое окно, сделать так, чтобы ребёнок не смог его открыть, мог приоткрыть, например, да, или вообще не мог открыть. Чтобы родители не оставались там совсем без форточек, что называется, дома. Ну и, конечно, мы говорили о том, что за ребёнком надо смотреть и надо психологически создавать те условия, чтобы он не имел желания эти окна открывать, залазить на подоконник, смотреть на птичку, кого-то там пытаться поймать. Ещё, знаете, ведь бывает история с домашними животными, да, то есть кошка вышла на окошечко и полезла по подоконнику. Я вот несколько раз такие фотографии видела, когда там ребёнок тянется за кошкой из окошка, да, чтобы вытащить её оттуда, и всё, его падает. Владимир, Вы сказали, что Совет Отцов ведёт профилактическую работу. В какой форме это происходит? Ну, у нас есть такая активная группа, это Совет Отцов при Уполномочении права ребёнка, такие у нас очень активные ребята-мужчины. Есть несколько форм. Во-первых, есть несколько групп в социальных сетях, и там идёт размещение информации собственной, и той информации, которую делают у нас коллеги из других регионов. Мы начинали где-то года два назад тюменские ролики, там прямо такие отцы за Уралом очень активные, с них отцовское движение началось. То есть, берём, там, пример с Екатеринбург, Тюмень, вот, Челябинск. И материалы сейчас достаточно много есть, там, социальные ролики, социальные рекламы, дети не умеют летать, это и картинки просто, и в виде инфографики. Вот. Дальше, ну, собственно говоря, с родительским сообществом у нас ребята достаточно активно работают. У нас есть ребята, которые ходят по безопасности дорожного движения очень активно, работу ведут и в рамках этого, вот, безопасности. То есть, не отделяют только, там, например, как на дороге себя вести, а дополнительно ещё рассказывают об опасности вот такой. То есть, это и родительские собрания, это и встречи с детьми, поэтому это вот такой хороший уровень общения именно с самой родительской общественностью. То есть, не сверху пришёл кто-то, там, рассказал или как-то в каком-то обязательном порядке, а как раз приходят родители к родителям и рассказывают. То есть, никакой там про знарядки нет, ничего, это они по своей собственной и доброй воле это делают, и они вот огромное им за это спасибо. Поэтому мы бы хотели, чтобы вот эта информация просто доносилась дальше. Это несложно там разместить, это несложно там даже перепост или репост какой-то сделать. Я знаю, что подготовлены сейчас ролики для трансляции в торговых центрах. В торговых центрах, да, Евгения говорила. Евгения говорила у нас в перерыве, которые будут. Поэтому вот здесь, ну вот, хотя бы там по чуть-чуть, по крупицам, если это позволит предотвратить хотя бы какую-то часть этих трагедий, то это уже хорошо. Хотя, конечно, хотелось, чтобы это было на 100%. И если, опять же, возвращаться к теме вот этих блокираторов, да, то, возможно, ну вот говорилось, что нужно сделать так, чтобы окно не открывалось больше, чем на 10 сантиметров. То есть вот некая там граница, да, порог все это, после которой ребенок гарантированно не пролезет. То есть вообще сделать систему в доме, чтобы окна не открывались там вот на настежном, ни при каких условиях. Тогда, возможно, это может явиться такой гарантией безопасности ребенка. Но обязать родителей это сделать в своей квартире не может законным сейчас никак. Законным нельзя. У нас, конечно, есть обязанность родителей обеспечивать все условия безопасности для своего ребенка. Вот Евгений говорил, это как раз статья 5.35, ненадлежащая исполнению родительских обязанностей. Но, собственно говоря, для любого родителя самое большое наказание – это трагедия, которая происходит с его ребенком. Это все понимают. Поэтому здесь уже, ну, понятно, что постфактум, да, вот это все проводится. И многие родители уже, они и так наказаны, да. То есть здесь вопрос в том, как это предотвратить. Что касается вот обязанностей по установке таких систем. У нас существует ГОСТ на установку вот таких окон. В 2016 году еще туда были внесены изменения по установке систем фиксации, там, вот подобных. И в апреле этого года Минстрой внес в правительство предложение об обязательной установке вот этих систем фиксации. Но пока это нормой не стало. То есть не принято пока. Хотя об этом говорится постоянно. Для того, чтобы вот эти системы устанавливались прямо на этапе строительства. То есть просто уже по факту. По факту, да. Ты получаешь квартиру с такими окнами. Тебе даже думать не надо о том, чтобы это устанавливать. И вот если мы посмотрим даже в стоимости одного стеклопакета, да, вот мы знаем, сколько стоят сейчас. То есть вот эти 300 рублей, они там занимают, ну, а даже учитывая стоимость там квартиры, жилья нового, да, это доли процента какие-то там, сотые доли процента. Учитывая там еще и ремонт и все-все-все, что нужно будет сделать, конечно, это вообще, ну, как бы не деньги. Не те средства, то есть, ну, другие системы, там, счетчики на воду стоят гораздо дороже, чем вот эти устройства, которые помогают защитить жизнь ребенка. Вот если говорить о профилактической работе, да, насколько действенны вот эти шоковые социальные ролики. Я помню, у ГИБДД была реклама, по городу висели билборды, там было инвалидное кресло и детское кресло, и вопрос, в какое кресло сядет твой ребенок. Вот эти методы, насколько они, правда, заставляют людей задуматься. То есть, когда ты приходишь, рассказываешь не только о том, что есть блокиратор, есть кит-стоп, есть еще какие-то системы, а когда ты приходишь и рассказываешь о каждой конкретной трагедии. Как автошкола хочет начинающих водителей, показывая вот эти вот ролики там, да, с перебегающими пешеходами и с авариями, и с последствиями. Да, это всегда действенно, когда говорится о том, что это не где-то там далеко, ну, что-то там где-то не со мной, не с моими близкими, да, а именно ролики, особенно вот социальные ролики, вот эти картинки, где дети не умеют летать, у вашего ангела нет крыльев, и вот такие там детские фигурки на окне, они так очень серьезно там действуют. Вот, и те примеры, о которых вы о них говорили, да, у нас есть примеры чудесных спасений детей при падении с 8-го, с 9-го, с 10-го этажа, слава богу. Но это чудо, действительно. Это действительно чудо, там и сетки планируют с маленькими детьми, просто вот, и это спасает, как бы, жизнь, и приземляются дети на мягкие какие-то... На кусты еще куда-то, да. На кусты, что-то еще, но при этом есть случай, действительно, второй этаж и очень тяжелая травма, поэтому вот очень, к сожалению, показательные вот эти случаи, когда это происходит там в соседнем дворе, в соседнем подъезде. И у нас, ну, мы в нашем городе до этого, конечно, не дошли, но вот ребята-отцы из других регионов, есть примеры, когда просто с громкоговорителями ездили машины по дворам, и эти ролики транслировали сами. То есть, они на машинах просто ездили целый день по кварталу, то есть, особенно, когда многоквартирные дома и большой двор, значит, и с громкоговорителями, там, ваши дети не умеют летать, пожалуйста, посмотрите, они наклеили ваш ребенок, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, для того, чтобы привлечь это внимание. Эта вот акция была организована самими родителями, самим активно-родительским сообществом. Я прошу прощения, я не ходок в детские поликлиники и детские сады, может быть, Дарья мне скажет, да, а вот у нас в таких учреждениях, куда родители часто с ребенком заходят, висит какая-то социальная реклама, появляется ли она с началом летнего сезона? Социальная реклама висит, мы стараемся, вот мы стараемся работать по детским садам, мы разговаривали с, в частности, с перинаталкой, с учреждениями, где появляются малыши для того, чтобы сразу... То есть, прямо в родильном доме, фактически? Ну, прямо, да, фактически, да. Мы стараемся работать вот с этой категорией родителей, чтобы там не дожидаться, когда ребенок сделает первые шаги, и тогда начинать задумываться, они поставили ли нам там фиксатор, а сразу это делать. Но в идеале, конечно, эта информация должна быть размещена везде. В каждом подъезде. Вот потому что я вот по своему опыту, ты говоришь, там садики, да, поликлиники, перинатальный центр, это вот пока единственное место, где предоставляли нам какую-то информацию по безопасности детей, вот тот метод, о котором Владимир говорил, когда нужно лечь на уровень ребенка, то есть оттуда уже смотреть, а так вот где-то какой-то информации, даже просто размещенной на стендах, или где-то мне не встречалось. Ну вот мы сейчас достаточно активно работаем с нашим институтом развития и образования, поскольку вот в условиях такого дистанционного онлайн-режима вся работа ведется у нас, за последнее время было достаточно много онлайн-радийских собраний. И эта форма, кстати, приобретает еще большую популярность среди родителей. Мы видим по количеству участников действительно много, несколько тысяч человек с области. Так вот, на протяжении последних нескольких месяцев, на каждом родительском собрании, в котором я лично принимал участие, вот эта тема, одна из тем, это как раз мы затрагивали падение детей из окон. Обязательно. При любой тематике безопасности детства обязательно эта тема затрагивалась. Поэтому вот такие форматы, они тоже есть и присутствуют, и они позволяют еще раз напомнить родителям об опасности, которая грозит ребенку. Остается у нас буквально полтора минуты, затрагивали уже тоже безопасность на воде в этом году, насколько я понимаю, тоже ситуация... Ситуация очень серьезная. У нас по данным, которые последние, это тоже только за первый месяц у нас случаев было столько же, сколько за весь прошлый год. У нас количество там официальных признанных смертельных случаев такое-то, у нас их будет больше, потому что еще не найдены... Ну, понятно, да, пропавшие дети... Да, пропавшие дети, поэтому пока в статистику не попали, но уже, я почему говорю так, к сожалению, как бы, то есть по всем признакам это произошло просто на глазах у людей, просто ребенок не найден. Вот, и опять же, мы говорим каждый год, потому что это там в необорудованных местах, там, где нельзя, там, где даже запрещающие знаки стоят. Дети уходят одни, самостоятельно, без родителей. Дети достаточно длительное время проходят в воде. Но то, что в этом году мы видим несколько резонансных случаев, там, счастливого спасения детей, и это вот, я хотел бы сказать огромное спасибо тем людям, которые оказались рядом, и там, медик, который в Чапецке у нас, ребенок был спасен, и в других районах, в Слободском, ну, вот, и по области, когда детей спасают, вытаскивают. Вот, огромное спасибо людям, которые оказываются рядом, но, к сожалению, есть огромное количество случаев, когда рядом просто нет никого. Никого не оказывается. Вот на такой печальной ноте завершаемый первый час дневного разворота Владимир Шевардин, уполномоченный по правам ребенка в Кировской области. Встретимся через 20 минут, поговорим о парках.